В эфире телеканала Самара ГИС при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. На три печальных буквы аббревиатура ЖКХ у россиян уже давно не ассоциируется ни с чем хорошим и расшифровывается исключительно «живи как хочешь». О непростых отношениях граждан и коммунальщиков говорят и данные Росстата, опубликованные на неделе. Речь идет о неплатежах в системе ЖКХ. При этом, насколько глубоко население и бизнес увязли в долговом болоте, сказать точно, пожалуй, не может никто. Если опираться на сведения упомянутого Росстата, то за последние полгода сумма превысила 300 миллиардов рублей. Но при этом еще в декабре не менее официальный источник Министерства регионального развития обнародовала куда более внушительную цифру – почти 800 миллиардов. Независимые эксперты из коллекторских агентств близки к золотой середине, уверяя, что за услуги ЖКХ на 1 октября 2012 года недоплачено 617 миллиардов, то бишь 1% от ВВП страны. Из этой суммы, собственно, население задолжало 123 миллиарда. В Самаре этот показатель, по свежим данным Единого расчетного центра, приближается к 3 миллиардам. При этом за последние два года против злостных неплательщиков завели около 26 тысяч дел, а взыскали всего ничего – 69 миллионов. Так почему же не платят? Эксперты рисуют портрет типичного должника. Он имеет в среднем просроченных платежей на 30 тысяч рублей, проживает в густонаселенных Центральном, Приволжском или Уральском федеральных округах и игнорирует квитки по трем причинам. Первое – нечем платить. Второе – не видит причины платить кому бы то ни было. Ну и, наконец, так называемые принципиальные должники – те, что не согласны с тарифами и недовольны работой управляющих компаний. Претензий к последним накопилось немало и у граждан, и у муниципальных властей, и у силовиков. И еще немного статистики. За этот год выявлено 116 тысяч преступлений в сфере ЖКХ. Такие данные размещены на сайте Генпрокуратуры. Заведено 350 уголовных дел, из них 21 в Самаре. Госдума еще в октябре приняла в первом чтении закон, ужесточающий ответственность коммунальщиков. Теперь что-то похожее может появиться и в Самаре. Мэрия предложила городским депутатам наказывать нерадивых бизнесменов рублем. Штрафы могут вырасти до 300 тысяч. За нарушение правил содержания контейнерных площадок – до 600. За несвоевременную уборку кровель, ну а за некачественное проведение работ по благоустройству и нарушениях периодичности – до миллиона рублей. В мэрии уверены, такие драконовские меры способны привести в чувство владельцев коммунальных контор. Последнее китайское предупреждение Дмитрия Азарова уже прозвучало. У меня главы районов по вашим контейнерным площадкам бегают, а вы, по-моему, все стали великие там просто, слишком большие. Или вы просто поймете, что спрос будет очень жесткий, и с вас в первую очередь, поскольку вы во многом определяете лицо города всего. Рано бронзоветь нам. Нет еще тех результатов, которые позволили мне кого-то из, что глав районов, что руководитель управляющей компании, на пьедестал поставить. Памятник на родине героя. Еще не дожили мы до этого. Типичная картина. Контейнерная площадка в центре города, больше напоминающая стихийную свалку. И местные жители равнодушны на нее взирающие. А что еще им остается, уверены горожане, за вывоз мусора они платят исправно. А вот с кого спрашивать, на что потрачены деньги, понятия не имеют. А к нам вниз на Садово придете, там еще хуже. Ближе к Затонке. Вообще улицу не трогают. Знаете, кто у вас управляющий компания? И не знаю даже. Приходят к витке платимые. Управляющие компаниями «Альтернатива». Ну они почти ничего не делают. К ним бесполезно о чем-то вести с ними речь. В том, что в этих словах есть доля здравого смысла, наша съемочная группа быстро убедилась. В офисе управляющей компании «Альтернатива», она обслуживает почти две тысячи домов в четырех районах Самары, журналистам оказали ледяной прием. Давайте с вами пообщаемся. Со мной нет. Сергей Иванович. Так, вы уберите, пожалуйста, камеру. Редакционный запрос. Шлите, мы вам установлены законом срок отмены. Необходимо иметь менталитет управляющей компании, которая просто-напросто считает, что они выше, чем жители нашего города. У людей порой не бывает выбора, чтобы сменить эту управляющую компанию. Они не знают, кто лучше, кто худше. Ведь у нас нет рейтинга управляющих компаний. Сейчас люди обращаются, спрашивают, какая управляющая компания лучше. А мы не можем сказать, потому что как такового рейтинга деятельности управляющей компании на сегодня нет. Мусорной проблемой в Самаре занимаются более 20 организаций. При этом пять из них – это крупные игроки рынка, которые делают на нем погоду. Штраф в миллион рублей, конечно, заставит бизнес призадуматься, считают эксперты. Главное, чтобы свои потери коммерсанты компенсировали не за счет жителей. У нас есть несколько монстров больших, для которых, возможно, эта сумма будет неким образом размазана. Но вопрос тоже, сколько таких исков будет. Я на самом деле считаю, что этот рынок должен быть демонополизирован. И чем больше будет эффективных небольших управляющих компаний, тем, наверное, будет лучше. Но не только в отсутствии конкуренции эксперты видят корень зла. Да, заставить управляющей компанией работать должны не только штрафы, но и жители. Если, конечно, последние почувствуют себя настоящими собственниками своих квадратных метров. Вы пытались как-то с этим бороться? А с кем? У нас можно с кем-то бороться. Не знаю. Ну, например, пожалуйста, управляющую компанию, которая должна все это убирать. Да нет, нет, мы просто молча ходим, ругаемся. У нас грязанской сознательности просто в обществе никакой нет, поэтому мы не понимаем, наверное, куда нужно обращаться. И как бы, наверное, даже не понимаем, что, а ведь можно пойти куда-то и пожаловаться. И все у нас терпят потихоньку. Ну, грязно, ну да, вот так и живем потихоньку. В общем, жуть. А вот терпение жителей Куйбышевского района, похоже, лопнуло. Завершая на сегодня коммунальную тему, расскажу об еще одном дурнопахнущем скандале, который в последние дни вновь стал актуальным. С начала отопительного сезона в квартирах жителей 116-го километра случилось дежавю. Из кранов вновь потекла нет, не вода, а нечто жидкое с сильным запахом нефти. Такие ЧП в поселке случаются регулярно. Вот банка сама, банка, берем банку, наливай воду. Осадка столько вот, банку, вот, не провернешь, одна соль. Вот одна соль. Василий, это вы чем руки-то будете? Понимая, что в такой жидкости даже руки мыть неприятно, не то, что в ней борщи варить, люди пытаются приспособиться кто как может. Те, кто победнее, бегают до ближайшей колонки, кто побогаче воду покупает. Ну а самые отчаявшиеся шлют посылки в мэрию. Вот у меня посылки даже есть от людей, вот бутылочка воды из-под крана. Бакинская, дом 40. Вот мне прислали в подарок, чтобы я сам мог оценить качество этой воды. Дмитрий Азаров, президент от жителей 116-го километра, сам оценил, а затем передал его для дегустации главе Куйбышевского района Александру Авраменко. Чиновник отрапортовал, вода для отопления нагревается на нефтеперерабатывающем заводе. Предназначена она только для отопления, но за неотлаженную систему водоснабжения попадает в трубы с питьевой водой. Впрочем, такая версия мэра явно не убедила. Коллеги, ну почему на те же грабли нам надо наступать, если мы знаем, что эта проблема существует каждый год? Езжайте на завод, ходите вдоль по трубопроводам, ищите вместе коллегами, раз по-другому у вас не получается, раз вместе с замами там вашими, управляющей компанией, не выстраивается работа. Ищите проблемные места, обследуйте и делайте промывку в систему. Да? А меня вообще сослали в бухгалтерию. Да на тебе пахать надо. Но жителям 116-го километра не до шуток. Они написали жалобы в Роспотребнадзор, дошли до уполномоченного по правам человека. Разговор получился не из приятных. Сократить плату за горячую воду немедленно, вот с текущего дня. И вообще, может быть, даже и прекратить население платить за эту воду, так как оснований для взимания платы на настоящий момент нет по закону. А обмунсмен Ирина Скупова, впрочем, уверена, что такими кардинальными мерами проблему не решишь. Призывать, бросьте, платите, тогда все опомнятся и начнут нам поставлять хорошую воду, это абсолютно неправильная постановка вопроса. Надо же предусматривать, что будет, если ничего не будет. Так вот, скорее всего, поставщик и посребники, они просто откажутся предоставлять это услуги. Отключат воду, отключат тепло. Пока в Роспотребнадзоре разбирается, кто виноват, сейчас инициировано административное расследование в отношении управляющей компанией ПЖРТ Кубышевский. В мэрии уже нашли ответ на другой хрестоматийный вопрос, что делать. После памятного совещания, на котором глава устроил разнос, на НПЗ в домах сделали промывку систем. Кубышевская администрация уверяет, жалоб нет и обещает, что ближайшей весной поселок больше не ждут дурнопахнущие сюрпризы. Впрочем, подобные метаморфозы не то что с мультперсонажем, с человеком могут произойти. После употребления тех напитков, против которых Роспотребнадзор, конечно, не возражает, но вот Минздрав устал предупреждать. Очевидцы тому жители улицы Советской армии, где еще недавно к пивным ларькам не зарастала народная тропа. Беспорядок, бардак, мусор везде. Собирается молодежь, они пьют здесь и колются. Дети в окошко все видят это. Собирается, пройти здесь невозможно, страшно. Замечание это же сразу пырнот. Тут рядышком школа 176-я. Дети, выходя, старшеклассники тоже так же могут зайти, купить пиво и, сами понимаете, в каком состоянии они домой могут прийти. На неделю у этих самарцев случился праздник. Они, наконец, сказали гудбай 90-м с их обязательным атрибутом пивными ларьками. Кеск, который был меккой для местных алкоголиков, ликвидировали без шума и пыли и при молчаливом недовольстве владельцев и продавцов. Да и какой смысл поднимать крик, если необходимых документов у коммерсантов все равно нет. Демонтированный киосок, разумеется, не последний оплот пивного бизнеса в этом районе. Ларьки, что еще удерживать свои позиции, чиновники обещают убрать в ближайшее время. Наверное, мы сейчас делаем одну из самых главных вещей. Мы стараемся изменить менталитет так называемых предпринимателей, которые наживаются, скажем так, на слабостях нашего населения. Да, я понимаю, у людей бизнес. Да, можно сказать, это малый бизнес, предпринимательство. Но я считаю, что я скажу правильно, что такой малый бизнес в Самаре не нужен. Нежданные гости испортили в минувший четверг торговлю и вот в этом киоске, что в Кировском районе. Саму избушку пока не тронули, но отключили от электричества. Конечная цель – ликвидация всех киосков, в том числе и тех, что установлены, вполне законно. Для этого необходимо досрочно расторгнуть договоры аренды. Мы сейчас работаем и очень плотно работаем с областным министерством имущественных отношений и находим контакты понимания в том, что даже те объекты потребительского рынка, которые имеют правоустанавливающие документы, которые имеют договоры аренды, но тем не менее вызывают очень большие нарекания у жителей нашего города. И по мнению жителей нашего города, по мнению ТОСов, не нужны. Мы будем совместно с Министерством имущественных отношений работать над расторжением этих договоров. Успех на фронтах этой объявленной войны очевидно на стороне мэрии. С октября 2010-го боевые потери владельцев ларьков составили более 2700 киосков, из них 445 пивных. И только в этом году с улицы исчезли свыше тысячи объектов, которые явно не украшали городской пейзаж. Чиновники уверяют, еще не вечер и обещают вести войну до победного конца. Так что, если у вас по соседству есть ларек, мешающий вам жить, пишите в Твиттер, руководитель департамента потребительского рынка обещает ответить. А я на этом с вами прощаюсь. Удачи. Увидимся. Продолжение следует...